Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с девочкой 7 месяцев, у нас есть разница в возрасте, ей 25, мне 34. В начале отношения всё было хорошо, взаимная симпатия, проявление чувств и т.д. Со временем мы практически перестали заниматься сексом, она говорит, что у неё не нужен, она получает удовольствие, но мы же без него недели, может и месяц, она никак не проявляет своих чувств. То есть, когда мы ссоримся часто и говорим, давай расстанемся или возьмём паузу, потом миримся, она может извиниться и всё по-новому, я забочусь о ней, хочу проводить всё время, дарю подарки, от неё отношения больше дружеские, при этом она говорит, что готова так всю жизнь. Ну, собственно, первое, что бросается в глаза, это то, что вы не задаёте вопрос. Да? Как бы. То есть, в чём, в чём ваш вопрос, вообще? Какой, собственно, помощи, да, вы хотели бы от, значит, психолога? Вот. Дальше. Ну, у девушки действительно могли как-то измениться чувства к вам, то есть, ну, на самом деле, они могли стать больше дружескими, вот. И это, ну, нравится, нравится вам это или нет, но это, ну, это реальность. То есть, у человека действительно, ну, чувства к вам могли измениться, это правда. Ну, вот. Если, если чувства изменились, да, то есть, вот, ну, ладно, чувства, я имею в виду. Другие, теперь, вот. Вот. То, пожалуй, с этим вряд ли вы можете что-то поделать. Вот. Мне показалось, что вы, ну, как-то вот для своей девушки, да, много делаете, жертвуете собой, да, вот, стараетесь всё время, ну, как-то вот получить какую-то обратную связь от неё, вот, но, ну, вот, к сожалению, как бы, да, получается, что начинается, вот. Черпите, черπите, э фиаско, вот. И мне кажется, что вам, э, э, нужно здесь, э, искать зону своего комфорта, чтобы вам было как-то хорошо, чтобы вам было комфортно, и более детально исследовать свои потребности, которые у вас есть вне всякого сомнения и которые нужно учитывать, но, вероятно, которые в этом смысле девушка вас удовлетворить либо не может, да, или в этом смысле, либо не хочет, то есть, ну, опять же, это ее право, вот. Сейчас же ситуация больше выглядит как то, что вы пытаетесь просто человека заставить, вот, ну, просто заставить человека быть такой, какой вы хотите видеть, вот. Как-то при этом игнорируя, может она это или нет, вот. И ваша активность, вот, которую вы описываете, она совершенно не обязательно может быть той, которую девушка хотела, ну, оплату получать, например. То есть не факт, что вот это активность, которую вы проявляете по отношению к ней, но вот совершенно не факт, что это активность, это то, что девушка носит. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если бы вы, ну, возможно, как-то вот были бы именно повнимательны к ней, в смысле того, что, ну, поприслушивались бы, например, к тому, допустим, что ей нужно вот как-то, ну, как-то на самом деле, да, вот, то, возможно, это был бы лучший вариант, нежели, чем то, что вы делаете сейчас. Сейчас вы просто тратите свои силы на то, что может быть, ну, может быть, я повторюсь, может быть, я не знаю, я просто здесь говорю о своих предположениях. вы тратите, значит, своё время на то, что, ну, что человеку может быть, может быть и не нужно. То есть ей может быть не нужно то, что вы вот для неё делаете, вот. Также я думаю, что имеет смысл вам, как мне кажется, имеет смысл вам в данном случае рассмотреть то, как вы реагируете на её поведение. То есть чувствуете ли вы себя, ну, обергнутым, например, в этой ситуации, чувствуете ли вы, например, что как-то вам, ну, к примеру, может быть больно, чувствуете ли вы, что вы, например, что вы боитесь того, что вы девушке, допустим, не нужны и так далее. Если у вас какие-то такие мысли, какие-то свои переживания по поводу своей ценности и так далее, вот. Также необходимо, во-первых, учиться договариваться, то есть находить компромиссы, вот. И необходимо, значит, проанализировать причины ваших сил. То есть именно то, что вы ссоритесь, вот, а потом, получается, ну, а потом, получается, миритесь, вот. Вот эта история, вот, про то, что дело не в ссорах, а то, что какая-то есть другая проблематика, вот, которую он, вот, в, скажем так, в конфликтах, да, себя, ну, скажем так, проявляет, да. То есть тут, тут речь идёт не про ссору, что вот люди поссорились и, ну, и всё. А здесь речь идёт именно о том, вот, что, для чего-то вам эта ссора не проанализироваться, в этом смысле. Причины ссор, причины, значит, конфликтов ваших, вот, и изменить своё поведение, да, изменить своё отношение, может быть, к этим моментам учиться говорить о своих, значит, чувствах, вот. Очень важно, в данном случае. Самым лучшим решением, самым лучшим решением, на мой взгляд, было бы вам вместо обратиться, к психологу, вот именно вам вместо обратиться, к психологу, и поисследовать то, что, ну, грубо говоря, вас беспокоит, вот. То есть именно, вот, значит, ну, чтобы вам, чтобы вы вместе, поисследовали, да, как-то вот, пообсуждали, вот, чтобы вы могли бы постараться, быть может, договориться между собой, услышать друг друга, вот. Это очень важный аспект, как мне видится, вот. Ну, вот, и также вы могли бы, ну, вот, благодаря этому вы могли бы освоить новые мобили, новые мобили взаимодействия, вот, между собой, вот. А, само собой, если вам это, ну, как-то интересно, если вы этого хотите, вот. Как-то, как-то так. Что еще бы я, что еще я мог бы сказать в этом, ну, вот, в этом контексте, я мог бы, пожалуй, сказать то, что работа, с личными границами крайне важна, потому что нарушаете вы границы свои и границы девочек ваших. Я знаю, я, ну, прекрасно знаю, что вы это делаете. Ну, не специально. Я прекрасно понимаю, что вы делаете это, ну, не потому что вы хотите так, ну, так поступать. Вот, я думаю, что вы так делаете, потому что не умеете по-другому со своими чувствами обращаться. Я думаю, я думаю, так. Ну, понятное дело, что вам это не помогает. Ну, учиться говорить, говорить, учиться говорить о том, что вас привозят, потому что нас беспокоит, нужно учиться это обсуждать, вот, выражать, ну, ваши эмоции, вот, выражать то, что вы чувствуете то, что у вас условно говоря болит, вот, и, я думаю, что все будет, вот, в этом смысле потихонечку на вас, вот. И сразу, конечно, и сразу, и сразу. То есть я надеюсь, что, вот, вы не будете ожидать, что сразу все наладится, но, я думаю, что со временем, ну, именно, вот, со временем, вот, все будет лучше, вот. Конечно, при том условии, да, если вы и ваш партнер захотите работать над собой, над отношением. Ну, даже если девушка не хочет, даже если ей это не нужно, вот, то вы можете поработать сами. Над, ну, своими отношениями, вот, своими отношениями, вот, своими отношениями начать работу, ну, условно говоря, с себя, вот. Если вас это как-то интересует, да, если вас это как-то вот волнует, вам это как-то важно. Ну, на мой взгляд, в тот момент, когда вы заметите, вот, и начнете разграничивать вот эту историю, историю про то, что направлено на вашу девушку и на вас, вот, в тот момент. Когда вы будете это разграничивать, вот, я думаю, что уже на этом этапе вам будет гораздо легче. Повторюсь, на всякий случай, вот, хочу повторить, что не сразу, не сразу будет легче. То есть, нужно, нужно, ну, чтобы, вот, время, обязательно, какое-то прошло. На мой взгляд, нужно, довольно, скажем так, бережно относиться к, ну, близким, вот, в смысле, вот. К вашим близким, ну, именно, что, именно, что бережно, бережно относиться нужно. Вот, и тогда все будет неплохо, настолько, насколько это вот, все нормально. А на этом, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я надеюсь, что эта информация, которую вы, ну, получили, прослушали, да, я очень надеюсь, что она поможет вам. Найти новые возможности для коррекции отношений. Ну, я, я, я имею в виду, над вами и ваши девочки, вот. Что, чтобы не уходить, ээээ, как-то вот, ну, условно говоря, в обиды, да, чтобы не уходить, во, ээээээ, ну, конфликты какие-то, ссоры, вот. чтобы как-то все-таки решать проблемы по возможности, конструктивно, особенно если вы друг друга любите. А психолог вам в этом всегда готов оказать помощь, помочь. И не оставить вас, условно говоря, одного. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Вы большой молодец, что заговорили об этой проблеме. Успехов вам и всего самого доброго.